Здравствуйте! В эфире Город Эсс. Продолжаем анализировать проведение и итоги выборов президента. Какие механизмы и технологии применялись на избирательных участках для обеспечения прозрачности и открытости? Каких нарушений все же не удалось избежать? В нашей студии председатель исполкома РЕК, отделение Ассоциации юристов России, член группы «Самарские независимые наблюдатели» Дмитрий Словецкий. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич! Скажите, пожалуйста, на какие данные вообще опираются для того, чтобы проанализировать эффективность и результаты проведения выборов? Что важно? Ну, как правило, всегда ориентируются на явку. Не буду говорить, что результаты голосования, потому что это чисто политическое событие, это понятно. Но важна явка и важно сравнение этой явки с явкой на предыдущие аналогичные выборы. И по этой части могу сказать, что выборы у нас прошли на высоком уровне и в Самарской области, и в целом по России. Вы уже смотрели по сравнению с другими регионами в нашей губернии, какая была явка, и что дает вот эта информация о явке, о регионе? Какая информация? Ну, вы знаете, в каких-то ситуациях можно сделать определенные выводы относительно организации работы по информированию людей о том, что голосование проходит в определенном формате. Предварительная работа, да. До выборов. И в этом смысле, конечно, картина не одинаковая. Это вполне естественно, она одинаковая по определению быть не может. Понятно, что в день выборов у нас 18 марта был обильный снегопад, что, в общем, послужило причиной, в том числе и для жалоб людей, которые по каким-то причинам не смогли добраться до участков. Понятно, что муниципальные службы с таким обилием снега одномоментно справиться не могут при всем желании, да. Поэтому это тоже наложило определенный отпечаток и на жалобы со стороны граждан, и на общую явку. Были, кстати говоря, жалобы, связанные с тем, что не дошли по заявлению с переносной урной до людей, которые в силу состояния здоровья. Ну, просто объективно, да, мы понимаем с вами, не было бы снега, мы можем с вами успеть с этой переносной урной в большее количество адресов. Если выпал снег, это замедляет процесс. Поэтому, к сожалению, это так, но не могу сказать, что это прям фатально отразилось на результатах выборов. Лично вы участвовали как наблюдатель в этих выборах? Я, скажем так, не присутствовал на избирательном участке постоянно. Я следил в ситуационном центре, как это происходило. Знакомился с содержанием жалоб. Мне было интересно, насколько серьезные жалобы поступают, с какими, какие критические отзывы вообще поступают от общественных наблюдателей по части голосования. Ну, и вот, собственно говоря, занимался этим. И что же, какая жалоба оказалась самой критичной и серьезной, на которую следует обратить внимание во избежание того, чтобы повторялись вот такие случаи? Вы знаете, на самом деле сложно выделить что-то одно. Почему? Потому что все эксперты отмечают, причем важно, что это эксперты, которые провластные, назовем их так. Эксперты, которые ранее активно участвовали в выявлении всевозможных нарушений, не боялись об этом говорить. В целом и те, и другие отмечают, что выборы на порядок были прозрачней и чище, прямо в разы. Вместе с тем, надо отметить, что действительно были определенные позиции, связанные с нарушением процедуры, например, при подведении итогов голосования. Но я об этом, может быть, отдельно еще расскажу. А самая серьезная жалоба, с моей точки зрения, не подтвердилась. То есть была информация о том, что якобы на одном из участков Зубчининовки был вброс массовой бюллетеней. И указано время. Это время как раз, включая это время, съемка была осуществлена на этом избирательном участке. Никакого подтверждения присматривали несколько раз разные эксперты, никакого подтверждения фактуре этой не усмотрели люди, в том числе те, которые были замотивированы на выявление всевозможных нарушений при проведении голосования. То есть, к сожалению, бывали ситуации, когда были громкие заявления, но они не подкреплялись фактами. Что дает прямая трансляция? Раньше, мне кажется, были такие случаи, что проводилась даже прямая трансляция, потом камеру как-то можно было отвернуть, либо чем-то, ну не то, что занавесить, а вот как-то угол поменять, чтобы не все было видно. А вот смотрите, да, это очень хороший вопрос на самом деле. Почему? Потому что я не буду говорить о том, что кто-то специально, умышленно взял камеру и развернул в стену. У нас зачастую вот даже характер нарушений, которые были выявлены, отходы от процедуры, назовем это так, они носили в основном технический характер и были совершены без всякого злого умысла. Ну просто повесили камеру, не посмотрели, как идет изображение, трансляция. Да, конечно же, нужно проверять. Эта информация в течение дня, прямо вот начиная с открытия участков, быстро, оперативно стекал ассоциационный центр, проверялась соответствующая камера по этому участку, действительно ли она направлена в нужное место. Если подтверждалось, что действительно какой-то элемент на избирательном участке, вот, например, распространенная позиция, ну, относительно распространенная была, что укрупненный вариант протокола, который должен попасть в камеру и который размещается на стене, как правило, на избирательном участке, в камеру не попадает. Вот специалист ассоциационного центра как раз оперативно связывался с избирательным участком и говорил, куда перевесить так, чтобы это было видно в эту камеру. То есть эти проблемы, они устранялись прямо в течение голосования. А учитывая то, что протокол-то, он нужен ведь при подведении итогов голосования, то есть мы имели вот этот временной люфт на то, чтобы что-то скорректировать, исправить и сделать все, как полагается. Какие у вас остались личные впечатления, так скажем, после того, как прошли выборы? Вы знаете, мои впечатления очень положительные. Почему? Потому что первая позиция, которая мне очень нравится, это сам тренд на создание прозрачной системы голосования. Вот на самом деле, та подготовительная работа, которая была проведена, она была очень серьезная. Надо отдать должное всем структурам и избирательной комиссии Самарской области, и общественной палате, и тем экспертам, в том числе нашим активистам общественным, которые, как я уже говорил ранее, активно участвовали в выявлении нарушений. Вот все приняли участие в обучении общественных наблюдателей. И эти люди, в общем-то, в наглядной форме, доступной, объясняли, как, что, на что обращать внимание, что может быть выявлено, какая сама процедура, что является нарушением, что не является. В некоторых случаях даже использовался подсобный материал методический, это видеосъемки, которые были сделаны с предыдущих выборов, которые свидетельствовали о нарушениях. То есть очень доступно, понятно, где нарушение, а где нет его. И в этом смысле вот та цифра, да, более трех тысяч человек, общественных наблюдателей, она, конечно, говорит сама за себя. Почему? Потому что, конечно, можно камерами снабдить все и вся. Но, во-первых, очень тяжело отследить, это же громадное количество часов, да, плюс громадное количество участковых избирательных комиссий. И плюс человеческий фактор, да, можно где-то отвлечься и просто пропустить. И самое главное, может быть, не всегда все заметно, да. А вот нахождение людей на самих участках, да, в том числе не только представителей политических партий, потому что есть наблюдатели от политических сил. Есть нет политических, общественных наблюдателей. Вот это, по сути, армия общественных наблюдателей, она все равно дала результат, это безусловно. Почему и говорят, что выборы были гораздо чище, понятнее, прозрачнее, нежели предыдущие. Вторая позиция, которая мне лично очень импонирует, это совмещение дня голосования на выборах с опросом по комфортной городской среде. Но не всем понравилась эта идея, были и противники, справедливости ради. Я понимаю прекрасно, что, ну, во-первых, наверное, всегда найдутся люди, которым не нравятся те проекты, по которым ставится голосование, да. Что в Самаре, что на другой территории. И это понятно. Ну, потому что на вкусах вообще тяжело спорить, да. Я хочу не это, я хочу другое, а вы мне предлагаете вот это. Но вопрос, ведь знаете, в чем заключается? Это своего рода проба, это апробация этого института. И вообще сейчас очень развито, очень модно и очень правильно поставлен вопрос о том, чтобы люди все больше участвовали в благоустройстве территории. Сейчас не только вот эта программа формирования комфортной городской среды, сейчас есть других ряд направлений, которые отрабатываются и которые призваны как раз мотивировать людей участвовать в инициировании проектов. То есть как они видят, видят улучшение своей территории, мотивируют их к финансовому и не финансовому участию, причем не только самих людей, но и со стороны организации, может быть, которым это тоже нужно. И при этом предлагается очень существенное софинансирование со стороны областного бюджета, да. Вот одна из организаций, которую я представляю, Совет муниципальных образований Самарской области, готовила и во многом благодаря ей была утверждена государственная программа поддержки инициатив населения. Она была утверждена в мае 2017 года. Программа очень интересная, она идет в дополнение, она идет параллельно к программе формирования комфортной городской среды. Она получила очень широкую поддержку в муниципальных образованиях. И вот этот тренд на учет мнения населения, на инициирование самими людьми, именно с мест, своего видения, как должна благоустроиться территория и что нужно делать в первую очередь, он в целом правильный. Да, мне кажется, в Москве и в Санкт-Петербурге это уже активно развивается и идет. И сейчас получается, что мы просто даже эту инициативу поддерживаем в регионах. Есть такой момент. Вообще, если говорить, раз уж я программу нашу упомянул, областную, которая действует, это институт, который называется инициативное бюджетирование. То есть, когда человек предлагает или группа людей предлагает, пишет соответствующую заявку, обосновывает ее, подтверждает готовность участвовать самим в реализации проекта, добивается того, что проект рассматривается, утверждается. И дальше они сами учитывают общественный контроль за его реализацию. И, возможно, кстати, участвуют в последующем содержании тех объектов, которые были созданы благодаря их усилиям. Да, тоже важно. И этот институт в России лет 10 назад появился. Появился сначала в двух-трех регионах, а сейчас он применяется в большинстве регионов России. И предполагается, что вот этот тренд, он будет набирать обороты. И самое главное, люди, которые один раз в этом поучаствовали и увидели результат от своих собственных усилий, остаются очень довольны. Потому что одно дело критиковать, другое дело участвовать, предлагать, контролировать в том числе, как осуществляется реализация их проекта. Скажите, влияет ли отношение к руководству региональной власти и городской власти на явку, на желание избирать или вообще идти голосовать? Вот это отношение. Поддерживать, не поддерживать, нравится, не нравится, влияет? Ну, конечно, конечно, влияет. Почему? Потому что понятно, что одна из задач, которая там гласно-негласно была подвешена в воздух, так скажем, да, это повышение явки с тем, чтобы выборы были легитимны, чтобы не было ни у кого сомнений относительно чистоты их результатов. Поэтому, естественно, что люди, которые находятся во власти, люди, которые работают в организациях государственных или муниципальных, так или иначе, содействовали этому. И, разумеется, что, ну, люди всегда же реагируют по-разному, да, то есть кому-то, кто-то относился к этому спокойно, кого-то, может быть, это раздражало. С такой настойчивостью им доносили, что придите, поучаствуйте, практиковался в том числе, там, по домовой обходу с информированием о том, что был сомнений. Да, компания очень корректно прошла. Да, но, естественно, это, наверное, нравится не всем, потому что, ну, понятно, что, наверное, кто-то, находясь дома, не очень хочет, чтобы ему звонили в дверь, там, повторно рассказывали о том, где там и что. И в том числе были вот такие сигналы, что, дескать, вы слишком настойчиво, слишком назойливо информируете о голосовании. Но вопрос-то ведь в том, что мы с вами должны тоже принять в расчет, какой аспект, да, выбора президента, но также новый институт появился, возможности голосования по месту нахождения, взамен досрочного голосования, да, взамен вот этих открепительных удостоверений, которые ранее действовали, да. Показала свою эффективность, да, вот этого нового ведения, да. А во-вторых, людям-то надо же еще рассказать, потому что не все смотрят телевизор, не все, может быть, там интернет пролистывают, не все увидят в газетных каких-то полосах эту информацию. Вот так вот объяснить, что вы имеете возможность, если вы вдруг куда-то отлучаетесь или здесь не зарегистрировано по месту жительства, проголосовать в том месте, где вы проживаете или где вы будете находиться. Ну, безусловно, такая информационная кампания должна быть. И вторая позиция, да, о которой мы с вами говорили, комфортная городская среда. Это еще один мотив, это еще один стимул, да, но в ситуации, когда по каким-то предположим причинам я категорически решил, что я не пойду голосовать на выборах президента, вот здесь вот мое участие в благоустройстве территории, на которой я живу, это та рубашка, которая вот прям совсем близка к телу, да, и здесь я уже подумаю, так, ну, здесь, во-первых, можно галочку поставить, да, ну, и на выборах президента я тоже проголосую заодно. Вот, то есть, вот, вот, как раз это те аспекты, о которых нужно было людям рассказать, что и было сделано. И, ну, собственно, наверное, я ответил на ваш вопрос. Да. Давайте сейчас посмотрим сюжет по итогам проведения выборов и потом продолжим разговор. Хорошо. В регионе на избирательные участки пришло более 1 миллиона 630 тысяч человек. Явка составила 66,91%. Это на 6% больше, чем во время президентской кампании 2012 года. По динамике прироста явки область впервые вошла в топ-15 регионов. Владимира Путина поддержала 75,82%. Это значение тоже превысило результат 2012 года. По словам Дмитрия Азарова, эти цифры отражают объективную картину электоральных предпочтений самарцев. Поддержка, которую получил президент, это не итог одного дня, 18 марта. Это итог работы президента, многолетней, трудной, профессиональной, ответственной. Это отношение людей к деятельности президента на своем посту. На явку повлияли и новые возможности. Люди смогли выполнить гражданский долг по месту пребывания. Кроме того, большое внимание уделялось вопросам честности и открытости. Впервые был сформирован штаб общественных наблюдателей. За ходом голосования следили почти 3000 общественников. Работали в регионе эксперты из-за рубежа. Серьезных нарушений зафиксировано не было. В этот раз абсолютно все объединили свои усилия для того, чтобы достичь высокого результата. И у нас это получилось. И очень бы хотелось, чтобы этот результат ни в коей мере не остался только тем результатом, который на сегодняшний день зафиксирован на слайдах и на бумагожных носителях. Работали в регионе эксперты из-за рубежа. И надо сказать, что процедура эта была достаточно продуманная. То есть люди могли заранее подать заявление, в том числе через ресурс госуслуги. И, кстати говоря, по статистике, где-то треть заявлений была подана через этот ресурс. То есть это, в общем, тоже свидетельство о популярности предоставления услуг государственных в электронном виде. Что же позитивный момент. Кроме того, совмещение, как мы уже говорили, дня голосования с опросом по городу. Кстати, могу сказать, что это достаточно распространенная практика, в том числе и в других странах. Когда голосование за тех или иных кандидатов совмещается либо с местными референдумами, например, либо с референдумами большего масштаба, либо с опросом населения по каким-то именем вопросам. Здесь еще такой момент, что опросы провели, выявили пожелания горожан и так далее. Но главное-то сделать это. Если вышло в это приоритет благоустроить именно эту территорию, избиратель должен видеть, что она благоустроена. Безусловно. И должны быть озвучены эти результаты, рейтинг этот проголосовавший. Вы правы абсолютно. Сейчас, насколько я знаю, уже итоги голосования есть, вроде бы рейтинг составлен. Здесь действительно важно понимать, что это голосование именно рейтинговое. Почему? Потому что общее количество проектов, которые были вынесены на голосование, равнялось почти 400. То есть 400 проектов – это много. Это нужны средства на то, чтобы реализовать каждый. И вот смысл методики подсчета заключался в том, чтобы сделать определенный рейтинг в зависимости от активности людей, которые проголосовали за тот или иной проект. И надо подчеркнуть, что эти итоги голосования, они подводились отдельно от выборов президента. И они никак с итогами голосования на выборах президента не связаны. То есть это отдельно, а это отдельно. И, собственно говоря, вот тот рейтинг, который теперь есть, он позволяет определить, какие проекты в рамках этой программы могут быть реализованы в первую очередь в пределах существующих бюджетных средств. А какие, ну, к сожалению, по рейтингу встанут в конец списка. А на кого вложится ответственность за тем, чтобы все это было исполнено, реализовано? На региональные и местные власти, безусловно. Конечно, потому что в данном случае федеральные средства из федеральной программы будут как бы работать… Хотелось бы, чтобы и общественность тоже в этом поучаствовала. Безусловно, безусловно. А в данном случае как раз и ставится вопрос о том, чтобы общественный контроль в обязательном порядке осуществлялся за реализацией этих проектов. Я, кстати, могу сказать, что у нас в некоторых территориях очень активно действует общественность уже на протяжении нескольких лет. Там, если мы возьмем, например, в качестве, ну, такого образца городской округ Новокуйбышевск, там без согласования с общественностью микрорайонов не принимается ни одна работа, которая делается на территории. То есть муниципальный заказчик есть, да, администрация заказывает определенные работы. Но если вам население, которое живет на этой территории, не согласовало проведение этих работ, извините, работа не будет принята. То есть это очень такой серьезный ресурс, это мотивирует людей к тому, чтобы они добивались, чтобы на их территории появлялся какой-то объект инфраструктуры, именно тот, какой ему нужен, того качества, которое им требуется. — Были ли созданы на этих выборах специальные участки? — Да. — Специально созданные участки? — Да, были созданы. — И в связи с чем это происходило? — Объясню. Ну, можно выделить, наверное, три категории таких участков. Первая категория — это учреждения, в которых люди пребывают постоянно в силу разных причин. Где-то это причины, связанные со здоровьем больницы, понятно. Где-то это специфика их сегодняшнего текущего статуса, я имею в виду следственный изолятор. — Ну, это же всегда было, на всех выборах. — Да. Помимо этого, есть еще одна категория. То есть, также аэропорт, железнодорожный вокзал. Но есть еще одна категория — это крупные промышленные предприятия. В данном случае у нас было создано, по-моему, три избирательных участка на двух предприятиях. Автоваз и НПЗ Новокуйбышский. И в данном случае на этих избирательных участках почему было организовано голосование? Потому что есть понятие непрерывного цикла производственного. И, собственно говоря, тем людям, которые были вынуждены работать в эти дни, было удобнее проголосовать на этих избирательных участках. К слову, мы же с вами понимаем, что, в общем-то, обе организации, во-первых, крупные, во-вторых, так или иначе, находятся под государственным контролем. Естественно, у общественных наблюдателей стали возникать вопросы. Почему там, почему-то на этих предприятиях? Как будет обеспечена прозрачность голосования? И я вам хочу сказать, что прозрачность голосования была обеспечена на высоком уровне. То есть, если на первом этапе получилось так, у нас процедура в законодательстве прописана таким образом, что участки создаются по решению территориальных избирательных комиссий по предложению этих предприятий. То есть, с общественностью это не обсуждается. Просто вот так решили и решили. Естественно, возник вопрос, как так, почему, зачем? Давайте тогда организуем усиленный общественный контроль за тем, как там будет организовано голосование. И, собственно, это и было сделано. То есть, сначала, до дня голосования были проведены встречи с руководством предприятий, осмотрели помещения, в которых будет голосование, выяснили, каким образом будет осуществляться доступ, в том числе, наблюдателей, где можно осуществлять видеосъемку того, что будет происходить. И, собственно говоря, были направлены наблюдатели. Если мы с вами сравним результаты голосования, вот, например, на избирательном участке автоваза с результатами голосования в целом по автозаводскому району, то тот кандидат, который победил, получил примерно процентов на 10 больше голосов в районе, а не на автовазе. То есть, понимаете, да, о чем я? То есть, говорилось-то о том, что понятно, зачем это делается, ну, я имею в виду критики, что это специально вот идет натягивание результата. Хорошо, результаты выборов, давайте посмотрим здесь и здесь. И как-то они вот отличаются немножко друг от друга, понимаете? Поэтому в этой ситуации понятно, что сама процедура создания этих избирательных участков, она, наверное, должна быть более понятной общественным наблюдателям. Она как-то должна обсуждаться с общественностью, но это предмет корректировки законодательства. А вот практика показала, что, в общем-то, если есть стремление, если есть мотивация обеспечить прозрачность процесса, это вполне может быть сделано в том числе на таких объектах. Расскажите еще про одну организацию, которую вы представляете, это Самарские независимые наблюдатели. Ну, понятно, какие цели вы ставите перед собой. Да. Как она будет действовать дальше, развиваться? Ведь уже до ближайших выборов, следующих, осталось тоже не так много времени. Это 9 сентября и выбор губернатора произойдет. Ну, я надеюсь, что она будет продолжать работать. Во всяком случае, вот этот эмоциональный заряд у людей, которые входят в Совет независимых наблюдателей, он имеется по большей части. Практика показала, что, может быть, где-то мы в позициях иногда расходимся, но это вполне естественно, потому что это же своего рода такое, знаете, ну, не скажу, что экспертное сообщество, но это сообщество людей, которые знают избирательный процесс так или иначе. Некоторые из нас вообще на этом буквально собаку съели. Я даже не себя имею в виду, да, потому что я вижу, что мои коллеги подчас разбираются в некоторых аспектах избирательного процесса существенно лучше, чем я. И в этом смысле надо отдать им должное. Они приложили очень серьезные усилия для того, чтобы обеспечить прозрачность выборов. То есть в этом смысле их заслуги действительно надо признать. Поэтому я думаю, что этот совет независимых наблюдателей, он, безусловно, нужен. И надеюсь, что на выборах губернатора он также будет активно работать и проявлять принципиальности. Вот несмотря на то, что все эксперты констатируют легитимность прошедших выборов, все-таки всегда делаются выводы и какие-то уроки. Скажите, вот после этих выборов, какие выводы можно сделать наблюдателям? И на что обращать внимание в дальнейшей работе? Вы знаете, да, какие выводы можно сделать наблюдателям? Ну, во-первых, я думаю, что здесь надо сделать какие-то обобщенные выводы. То есть не только самим наблюдателям, но и Совету независимых наблюдателей также по итогам тех сигналов, которые были. Почему? Потому что действительно отдельные позиции отступления от процедуры, например. Ну, просто я могу сказать, что было достаточно нормальное количество сигналов, связанных с тем, что не была обеспечена последовательность определенных процедур при подведении итогов голосования. То есть какие-то функции осуществлялись одновременно. И это, возможно, было связано с некоторой спешкой, которая была участковыми избирательными комиссиями создана. При этом наблюдатели не констатируют то, что прям были нарушения, то есть, условно говоря, было приписано кому-то большее количество голосов, либо был там какой-то вброс на бюллетене. То есть таких сигналов практически нет. И это говорит о чем? Это говорит о том, что, конечно, здесь должен быть процесс двусторонний. То есть, с одной стороны, вот та подозрительность и бдительность, которая была проявлена общественным наблюдателем, надо по ней сделать выводы. Надо понять, что значимо, что незначимо. Где подозрительность излишняя, потому что, по сути, здесь не было никаких признаков нарушения законодательства. А на что действительно они молодцы, правильно, что обратили внимание. И эти выводы обязательно нужно довести до участковых избирательных комиссий наших. С тем, чтобы впоследствии они следовали букве закона. И в том числе там, где должна быть определенная последовательность процедур, чтобы она была обеспечена. Чтобы не было их совмещения. Вот это принципиальнейший момент. И надо сказать, что вот сейчас Совет независимых наблюдателей готовит доклад. Ну, он совместно с Общественной палатой Самарской области. Потому что надо сказать, что Общественная палата тоже занималась темой наблюдения за выборами. Были отдельные представители. У нас меньше минуты. Да. И вот я надеюсь, что мы по итогам этого доклада сформулируем, в том числе, позиции по дальнейшему обучению. И для участковых избирательных комиссий, для наблюдателей. И, возможно, внесем какие-то предложения по корректировке законодательства. И для вот такой небольшой прогноз на следующие выборы. Как вам кажется, активность наблюдателей будет такой же? Или она спадет в связи с тем, что президентские выборы всегда привлекают больше? Хочется надеяться, что не спадет. А может быть, даже будет больше. Почему? Потому что важность президентских выборов всем понятна. Ну, понятно. Ваш прогноз понятен. А здесь областная власть. Хотелось бы, чтобы также наблюдатели были активны. Спасибо большое за это интервью. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин